привет ален привет я тебе сердечно приветствую я вижу у тебя белая ромашка уже слушай тоже нарисовал первую версию белой ромашки посмотри скоро все художники особенно в дагестане будут тоже рисовать белой ромашки я всех попрошу всех попрошу белая ромашка потому что белая ромашка цветок любви как сказал наш почетный участник школы человек будущего homo futurus сорокин он сказал если лилия лилия это ну короче говоря детали на вопрос там что белая ромашка это цветок любви это женский цветок в мире и их много сортов если в википедии кто посмотрит оказывается там сотни сортов ромашек самых разных они от ромашек переходят в острые ну короче там очень много их здорово что ты белую ромашку нарисовал все будем теперь белую ромашку он посмотри там у меня видишь белые ромашки и девочка между ними такая глазами вселенной посмотри какая как вот ее знаешь хорошо видишь да конечно я знаю просто в центре одна белая ромашка на каждом холсте а у меня получилось что там не одна белая ромашка как бы они там на поле белые ромашки вот так вот да ну правильно каждый рисует так как он хочет белая ромашка но это будет символом этого года наша школа человек будущего школа человечности мы за мир в мире и против такого повального оглупления людей с помощью пейте лекарства пейте лекарства чтобы сократить кризисы войны и сократить потребность лекарства и белая ромашка будет символом в мире и мы еще чем ромашка чекарный символ кстати касаемо гомедович по моему вот так точно угадали это мне еще сорокин подсказал потому что он проводит великие имена и проводит науки праздники науки и он нам говорит что наша школа человек будущего хомофутурус еще имеет второе название это школа кибернетики стресса потому что мы учим людей тому чтобы снимать стресс а я еще добавил что и пользоваться энергией напряжения для открытия скрытых творческих качеств и способностей чтобы люди занимались любимым делом и чем их больше тем больше точек опоры это очень важно потому что когда человек не занимается любимым делом у него и начинаются страхи неврозы и так далее потому что как ты понимаешь человек по природе творец суши меня вот сейчас там без лани же были эти теракты без лани как раз таки в начале сентября мне уже написали 20 лет назад конечно а мне до сих пор некоторые люди пишут письма благодарственные которых мы с тобой тогда ездили выводили из шокового стресса без лани а потом ездили учили там созданном центре новом готовить специалистов я об этом сейчас говорю пусть кто не в курсе пусть знают вот я и мой сын ездили в беслан выводили из шокового стресса людей там где психологов не слышит а как раз повышенная до ключ мы подбирали действия которые люди могли делать и выходили из стрессового состояния а потом учили психологов там далее видишь как я про тебя про себя прошел еще скажу шейла тоже с нами как она работала и в детском саду везде в школе работала учила детишек чтобы они детей учила это как здорово да сейчас это очень важно и для тех которые нянечками работают и для тех которыми педагогами работают что у нас есть и первую азбуку саморегуляции для детей их родителей педагогов сколько лет назад мы создали помнишь там у меня стоит четверть века и было рекомендовано министерством образования для школ а теперь кто не знает физкультура для 10-11 классов у профессора матвеева учебники наша методика синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ скоро все дети будут знать как снимать стресс как меньше уставать на уроках как лучше учиться снимать зажимы но будут все отличниками а ты пасай магомедович а еще еще я же по вашему совету в нашей гимназии и махачкале гимназии имени гамзатова написал же адаптированную опять же к детям школьного возраста пособия я управляю собой в стиле игры тренировки да у тебя с этими же целями чтобы дети были стресс устойчивыми одареннее чтобы они были крепче и чтобы они были здоровее и чтобы они были более с раскрытым мышлением то есть более одаренные а у тебя есть эта книжка можешь показать сейчас могу могу совершенно случайно она у меня есть молодец да и здесь прям наши ученики нашей гимназии здесь стихи даже у меня вначале вот для чего нужен и как применять метод ключ до чего эти навыки я управляю собой первое зачем нам нужен ключ к тебе учимся в гимназии имени гамзатова славные веселые гимназисты мы учат нас компьютеры учат рисованию учат разным танцам всей нашей страны изучаем английский очень углубленно а степанов на нас учат жизни просвещенные степанов на година была преподаватель вот начальных классов здесь гимназии родной обучают главному управлять самим собой навыков желанному учат нас не волноваться не бояться слова стресс чтобы ему мы заявили нет здесь место для меня это корректор вот нарушил понимаете мою рифму в издательстве это твое стихотворение очень важно то друзья что в этой всей учебе есть методика ключа что совсем не с горяча приведет нас внутренней свободе конечно это первое стихотворение всего здесь восемь практически все мои практически потому что стихотвор девочка начинала писать потом она там заболела куда-то пропала и всего два куплета написала и потом мне пришлось эти восемь стихотворений не знаю что я могу но надо было и вот на фоне ключа я что-то там вот и написал и мне даже иногда самому нравится вроде в основном ритму и с подачей для чего нам ключ и где это происходит и так далее да то есть ты стихи тогда начал писать именно тогда когда надо было написать я ты не знал когда надо было уже сдать ее в редакцию книг крышку мою дал методическое пособие а стихов готова не было на кого я полагался эта девочка приболела и вот мне срочно нужно было написать я написал как ты вот никогда в жизни не писал стихов и начал и взял и написал для книги стихи как ты это смог сделать надо же было я же картин то не писал использовал приемы для этого чтобы снять напряжение я искал искал действия покачивания думал что мне надо и начинал как-то ну как-то ну само собой произошло так так вот во первых напряжение сбрасывал и ритма появлялась и ритма появлялась именно по теме там же она не просто про весну или свобозу конкретно про ключ про степановну гимназию которая называется гамзатова то есть предметно вот как то получилось у нас сейчас вебинар будет на котором я буду как раз таки показывать прямо я тебя приглашаю чтобы ты был участником покажешь как вот руки сжимать и голову в плечи когда напряжение это твой хороший прием ты придумал но ты мы всем покажем еще раз покажем на ответы там на вопросы ответишь на вебинаре я знаю что хочу там как раз сказать что выговариванием мы можем выходить на нулевое состояние освобождения от нервномышленных зажимов а оттуда переходить в поток и творить вот как ты сейчас рассказал только ты другими словами рассказал что ты стихи стал это сам а ты когда рисуешь ты наверно уже это не делаешь потому что ты когда берешь кисточку у тебя уже рефлекция ты великий художник и страх уходит и комплексы подражания авторитетом уходит и ты рисуешь как естественно да ну расскажи как ты рисуешь но в этом режиме бывает у каждого по-своему как я понял с кем мы занимались кто-то прям перед холстом а я например до холста за день за два за три вот на фоне ключа себе представляю что бы мне хотелось написать маслом или акрилом на холсте как у нас у художников говорят да а потом немножко там люс как бы дорабатывая вот и подойду к холсту это такое то же в принципе состояние творческое когда-то вот в этом состоянии что-то там про себя дорабатывая чтобы хотела быть то есть это творческое состояние которое придает фон и на этом фоне как раз таки стресс тоже снимается это не только путь картине это же путь как раз таки этого состояния в общем жизни по ходу какие-то проблемы решаются уже не связаны с картиной не связаны с изобразительным искусством вот я в одной из своих книжек писал о том как сальвадор дали оказывается его капуцин какой-то научил раскачиваться вот так в кресле и держать ключ в руке и медный тазик там какой-то был а потому что когда он засыпал ключ падал извинил и он просыпался и он ловил состояние между сном и божествованием и это позволяло ему потом писать необыкновенные картины потому что на ноль выходил а мы учим так всех выходить на ноль без тазика а ключ у нас в виде приемов я хаджиму раду нашему алихану художнику уже академик мы с ним летели как-то в самолете он говорит вот их всех учишь ключу а мне научат там самолете где там руки разводить я могу представь что палец уйдет вот так он так сосредоточился приставил палец пошел а я ему говорю ну как там он говорит ну подожди подожди я ну как там хаджимурат он говорит ну подожди минутку подожди я говорит вошел такое состояние когда я вижу как я должен рисовать свои картины а то есть снял страх ошибки снял авторитеты и снял блоки сознания но здесь же я назвал тогда этот прям палец хаджимурат и любой человек может так сделать вот так сидит вот так вот делать представь что палец пошел палец пошел 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 и голова освобождается и в этот момент переходишь поток начинаешь решать вопросы которые раньше не решались поток выходишь но любого вебинар будет сейчас как выговариванием выйти на это состояние а выговаривание это серьезное дело окажется потому что все бабушки все дедушки и да все мы невольно когда там что-то происходит выговариваемся ворчим ходим туда-сюда пока выговорить при я превратил это выговаривания но потрясающе ну ладно там with you потрясающе там не хватает и какого числа какого числа будет выбирать но это будет вот буквально через несколько дней вот завтра будет наверное уже объявление а завтра будет объявление через не сад не буквально будет вебинар но потрясающе но я Я тебя очень прошу, чтобы ты был участником. Ты начнешь, скажешь, как плечи и голову делать, потому что когда человек напряженный, невольно он так делает. А ты покажешь, как это инстинктивно превратить в осознанное упражнение. И чтобы это делать специально, осознанно, сознательно. И чтобы это использовать для того, чтобы выйти из стресса, из любого. Да, очень молодец. Да, белая ромашка, мне нравится. У тебя там зелень такая. Вот я такую зелень не умею, как ты. Не умею. Ладно, Ален, там мне Федор Макаров сейчас. Сейчас Федор Макаров, потом Влад Орлов, потом Александр Кром. Вот все мы сейчас работаем над тем, чтобы белую ромашку превратить в сингл планеты. В этом году цветок любви. Да, цветок любви. Вот он пишет мне. И мира. Всем привет, начиная с Сорокина, нашего друга. Да, все мы там будем, да, с белой ромашкой. Вот он мне пишет, да, Федя пишет. Там и Федя, и Кромин, Саша. И еще Святская приедет ко мне, Мария Святская. Через неделю сделать новые фотографии картин. И мы придумали проект, когда эти картины каждый человек сможет иметь у себя на стене. Потому что все говорят, какие они прекрасные ваши картины, какие они целебные, какие они жизнь дают. Ну, я говорю, пишу там все равно, естественно, мы же с душой работаем. Ладно, давай, не буду мешать тебе больше. Давай. Сейчас я посмотрю, как... Ну, хороший. Каждый раз забываю, куда нажимать надо. Все время обновления эти все происходят. Да, давай.